привет друзья сегодняшний ролик я решил посвятить большому цапику muse hi-fi м3 который является не просто примером стиля и отменного качества но еще является устройством аккумулирующим себе множество современных наработок отличную функциональность а главное очень высокий уровень звучания возможно буду не очень скромным ребята но после его тестирования глубокого изучения мне крайне сложно поверить в то что в розницу этот донгл облаченный благородное железо и нашпигованный таким же железом стоит всего лишь 149 долларов однако благодаря щедрости которые в последнее время демонстрирует нам магазин нэнджелу ирса audio store его окончательная цена для подписчиков нашего канала который составляет 110 долларов я думаю удивляет еще больше но тем не менее это факт друзья что нужно сделать для получения такой скидки я уже не раз и достаточно подробно рассказывал вам и в видео и под видео ну и пора наверное уже уточнить и рассказать вам за что мы с вами платим почти 150 долларов и какими преимуществами и недостатками обладает данное устройство оплатим мы с вами за цифроаналоговый преобразователь есс 9038 q2m за операционный усилитель с 96 03 q за usb с и 92 27 за два выхода под наушники на 35 на 4 и 4 за максимально поддерживаемое разрешение аудио 384 килогерца на 32 бита за удобную аппаратную громкость за 7 цифровых фильтров и как я уже говорил платим за шикарный дизайн и за космический внешний вид этого дома естественно платим и за хороший комплект который входит сам донгл переходник с тайп-си на обычный юсби два межблочных кабеля обратите пожалуйста внимание ребята на их качество изготовления и на их толстую защиту из прозрачного силикона который точно защитит провод от изломов и перегибаний один из них предназначен для устройств разъемами тайп-си второй радуйтесь яблоко воды для ios устройств с lightning также в комплекте мы найдем уплотнительные силиконовые кольца для разъемов 4 и 4 и подробную инструкцию а теперь чтобы сильно не затягивать перейдем с вами сразу плюсами к минусам этого устройства которые относятся к его удобству использования и функционалу за дизайн что вполне наверное ожидаемо я ставлю им три большой плюс все в нем начиная с благородного матового металла и заканчивая вот этими его плавными рельефными линиями радует глаз и естественно радует ладонь и вообще ребята порой мне кажется что выточен из цельного куска металла настолько однородной и монолитной в руках ощущается эта стальная конструкция которая лично мне напоминает какой-то вэп или какую-то дорогую зажигалку однако за эти стили красоту приходится платить достаточно большим весом и габаритами на моей памяти это самый крупный самый тяжелый свисток из всех тех что когда-то у меня побывали весит он без кабеля 50 небольшим грамм что без специального чехла или крепления которых в комплекте нет конечно же уже накладываются некоторые сложности на его юзабилити и маневренность особенно при использовании связки со смартфоном и на ходу поверьте мне ребята в кармане легкой куртки смартфон с добавочными 50 граммами железа ощущается очень и очень хорошо но когда цап висит вот так вот на кабель меня просто не покидает опасения того что под своим весом он вот-вот отсоединится и упадет на землю этого конечно не происходит ребята потому что крепление здесь достаточно надежная и плотная но вот повторюсь такое ощущение мне не покидает поэтому за это я ему однозначно минус свой крутой красивый но не очень мобильный а вот за такую маленькую но очень функциональную деталь как спаренная клавиша громкости которая по сути является здесь главным органом управления хочется уже не скупиться на плюсы и похвалы ибо при помощи нее мы с вами можем не только регулировать собственную громкость этого цап который кстати состоит из 60 достаточно плавных и размеренных шагов но еще длительным нажатием клавиши минус можем выбрать и активировать один из семи цифровых фильтров подробное описание которых можно найти в инструкции каждый фильтр здесь пронумерован от 1 до 7 об его активации нам просигнализируют вот этот белый индикатор количество световых миганий которого будут соответствовать номеру фильтра ну например нажали удержали и смотрите сколько раз он мигнул раз два три 4 5 6 7 значит был применен последний по счету фильтр 7 который называется гибрид fast roll of нажали еще один раз один раз мигнул значит был применен первый фильтр и так далее и тому подобное я думаю ребята вам принцип понятен ничего сложного в этом нет ну и разительных отличий между ними мне кажется ребята нет а изменения которые они приносят звук является всего лишь минорными например первый кажется мне самым нейтральным и естественным а последний добавляет больше реверберации и тепла хотя об этом об этом же самом написано и в инструкции а еще помимо всего этого зажав одновременно клавишу плюс или минус мы сможем с вами переключиться в режим линейного выхода и таким же образом его отключить а удерживая клавишу плюс сможем на время полностью отключить громкость аппарата или попросту активировать функцию мьют а вот о том что функционале этой клавиши не хватило места для логичных паузы и переключения треков приходится конечно очень сожалеть этой функции здесь признаюсь очень не хватает и она сюда прям очень сильно напрашивается возможности двух выходов балансного и обычного тоже на мой взгляд заслуживают положительных оценок и главными особенностями является отличная выходная мощность идентичные по характеру звуки что очень необычно и любопытно синхронная громкость это позволяет сразу после смены выходов не беспокоиться нам о сильно разных уровнях громкости то есть позволяет нам не переживать за наш на слух что же касается мощности данного устройства то производители не стали заморачиваться с циферками и милливаттами даже нигде не на коробке не на инструкции не указали его реальную мощность а просто как и в случае например ски усталиваем 15 классно поколдовали над усилительной частью и сделали действительно очень сильное мощное устройство которое по моим ощущениям очень классно умеет в ток и в напряжение и поэтому не сильно напрягаясь этот цапик тянет многие внутриканальные изодинамо и пытается даже прокачивать не самые легкие лопухи например например из 300-томных сив гсв-023 особенно при подключении при условии подключения донгла к компьютеру он пытается выжать из них вполне приличный звук так что так что покупая этот цап ребята будьте уверены в том что его хватит не только на податливые внутриканалки поэтому благодаря именно этому этот сам зарабатывает у меня еще один уверенный плюс а стабильности могу кратко но уверенно сказать что со всеми моими источниками и программными плеерами мисс хай фай работает почти безупречно почему почти сейчас объясню он отлично и надежно работает со всеми домашними android смартфонами также отлично дружит с macbook pro а вот сразу после подключения к айфону последний почему-то ругается на то что использовать можно одновременно только один аксессуар но после закрытия этого диалогового окна все работает уже совершенно безупречно поэтому за стабильность и надежность все-таки ничего кроме положительной оценки ему поставить конечно не могу с потреблением я тоже считаю что все в порядке потому что в среднем на 5 вольт он расходует от 0,14 соток миллиампер до 0,18 соток но это при высокой нагрузке на хай гене и с какими-нибудь планарами а вот за заметный нагрев и за неумение после отключения наушников переходить спящий режим ожидаемо ставлю ему минус про звук скажу вам честно ребята плохих а тем более низких оценок он совершенно не заслужит потому что на мой взгляд опять же на мой взгляд это именно то звучание которое наших с вами кругах наших с вами небольших кругах принято называть взрослым но или очень серьезно что касается фильтров то я в основном пользовался самым первым нейтральными честным а также третьим который понравился мне своей ударностью своей хорошей глубиной а также своей неплохой текстурностью и объемом и если в общих чертах то тональный баланс у него скорее всего находится ближе к аналоговым ближе к нейтральному и гладкому и при этом без всяких попыток украсить им или искусственно акцентировать какой-то из отдельно взятых диапазонов что в первую очередь как всегда чаще всего как мы знаем касается крайне еще за что его хочется похвалить так это за то что являясь достаточно детальным цапиком он все-таки никогда не заваливается в сухое и безжизненное звучание всегда оставляет место для натурального и музыкального звучания а так абсолютно все три диапазона что низкий что средний что верхние частоты обладают очень хорошими атаками обладают хорошим телом и могут похвастаться четким разделением еще неплохой скоростью но при этом и не выбивается из общего ровного потока благодаря какой-то агрессии или усилению вот что-то похожее было по памяти и у link 2 балл но того особенно края были прям еще сильнее смягчены и порой признаюсь бывало ощущались не очень выразительными а у m3 низкий например тоже сильно не выпирает но за счет общей плотности и тугости ощущается более подкачанными и более ударными во всяком случае скажем любая серия ударов по барабанам или например по струнам имеет классный вес и хорошую физическую отдачу причем это не зависит от характера ваших наушников то есть даже в паре с нейтральными наушниками поверьте мне на слово масса и ударностях низких частот утрачены не будут середина обладает хорошим весом и тембром она балансирует между микро и макро она радует слух своим плавным и естественным звучанием а также не может не радовать проработкой трехмерных планов и передачей стереоэффектов еще расскажу о том что мне очень понравилось а это то что несмотря на умение передавать затухание и послезвучие на все вот эти обертона середина никогда не бывает такой сухой как например он и ван дей и никогда не бывает такой яркой псевдо детальный как у color fly сидим один и фио к 3 то есть все вот эти несмотря на хорошую детализацию масса и приятная тепловатый тембр здесь сохраняется про верхние друзья кроме того что они подробно обладающие большим количеством деталей и при этом максимально приближены к натуральному звучанию я вы больше ничего сказать не могу никаких явных проблем кроме явных достоинств я здесь совершенно не слышу но опять же не слышу до сравнений с более дорогими устройствами что же касается этих всевозможных сравнений то городить кучу малу я не буду а просто поступлю сегодня следующим образом сделаю такие экспромт или разверну для вас небольшой спойлер возьму в руки три серьезных цапика и расположу их по мере убывания эмоций и так m15 на данный момент qstyle m15 на данный момент мой фаворит который хоть и является в плане функционала настоящей пустышкой по сравнению с двумя остальными обладает очень грамотным усилением обладает самой высокой детализации обладает отменной техничностью и самой чистой частотой м3 от него в плане звука я считаю ушел совсем недалеко он кстати имеет похожий тюнинг но ожидаемо немного уступает м15 детализации на средних и верхних частотах а также немного уступает в лескости на низких а вот курсу mc01 который я получил только позавчера у меня пока еще ребята есть вопросы он имеет функционал который даже побогаче чем у м3 но что стало для меня настоящей неожиданностью отличается от двух других самым мягким звучанием это не типично для курса но это конечно еще только лишь самые первые поверхностные впечатления потому что разных фильтров и режимов мощности у него не меньше чем у старшего плеера и той же компании келс 361 в общем еще нужно будет конечно побольше поковыряться всего настройками и поглубже изучить этот аппарат а пока он оставил после себя именно вот такие впечатления что ж ребята пора нам уже подвести итоги и вспомнить о минусах и плюсах этого великолепного устройства имя которому news hi-fi m3 и так плюсы хорошая комплектация шикарный внешний вид и сборка мощный и богатый функционал стабильность работы не очень большой расход энергии высокая мощность и очень серьезный звук минусы отсутствие в комплекте чехла крупные габариты большой вес и заметный нагрев устройства так что как видите друзья у него количество положительных моментов здорово перевешивает количество отрицательных что на мой взгляд означает только то что это устройство получилось действительно по настоящему удачным и его можно смело рекомендовать охотникам за хорошим звуком с ним не кажется и на сходочку мне стыдно сходить субъективно но в этом году это конечно не самый лучший но точно один из лучших цапиков а у меня на сегодня все не забывайте пожалуйста друзья подписываться на наш канал на наши социальные сети и не забывайте размещенный под роликом информации всем пока а